Доброе утро! Доброе утро, Екатерина! Доброе утро, Данил! И у меня к вам сразу же вопрос, как к специалистам по культурной молодежной политике. Сейчас очень много молодежных инициатив, очень много молодежных площадок, форм деятельности. Скажите, почему так происходит? Действительно ли сейчас такое время, когда для молодежи открыты все дороги? Мне кажется, сейчас вообще изменяется и значительно шире становится взгляд в целом на молодежную политику. Вот это многообразие форм активности, это, наверное, еще идет от того, что молодежь сама проявляет инициативу очень часто. И очень много мероприятий, вот прямо уже в июне, как раз по инициативе молодежи создаются, открываются и организуются, и проводятся. И с участием молодежи в том числе. Мы объединяем все эти мероприятия в некий такой молодежный июнь, в яркое масштабное действие, которое на протяжении всего июня объединяет много-много разных точек. Семейных, спортивных, культурных интересов. Отлично. Давайте вот об этом поподробнее. Много разных направлений объединяет. Каких конкретно, чем именно интересуется наша молодежь, наше население сегодня? Здесь все. От летней занятости до, повторюсь, конкурса семейных клубов «Пермская семья». И финалом этого масштабного молодежного июня, большого количества мероприятий, станет 24 июня. Это день молодежи, посвященный Дню молодежи мероприятия. Событие абсолютно нового формата, мы его так позиционируем. И называется оно «Место силы Пельм». Организует это событие очень яркая команда, интересная, молодежная. От политиков до режиссеров, от рестораторов молодых до каких-то людей, которые к культурной сфере нашей жизни имеют отношение. И вот один из представителей сегодня вместе с нами в студии – это Данил. Один из организаторов «Место силы», поэтому я думаю, что он сейчас расскажет поподробнее еще. Да, конечно, Данила, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Раз организаторами является сама молодежь, значит, это такой индикатор, что получается продукт, который реально интересен молодым людям. Да, в этом вся и суть. То есть обычно все мероприятия, которые создавались только с точки зрения государства и муниципалитета, носили характер, ну, то есть не всегда он был акцентирован на потребностях и интересах молодежи. А сейчас с приходом нового губернатора и зеленый свет на инициативы молодежные очень явно чувствуется. Поэтому мы решили, что стоит попробовать поучаствовать. Когда мы предложили свою инициативу стать соорганизаторами, продюсерами Дня молодежи, сделать из этого бренд, бренд, продвигающий моду на Пермь, нам ответили взаимностью. И мы начали вот как раз-таки коллективную работу. Но если говорить о том, что это вообще за мероприятие, что из себя будет представлять и в чем принципиальное различие от обычных Дней молодежи, то мы собираем на нем ярких представителей трендсеттеров из молодежной среды, от рестораторов, спортсменов и просто представителей в креативных индустриях. И как раз-таки за счет их коллабораций, за счет того, что они не просто организуют площадки, где можно купить, поесть или потанцевать, они предоставляют некоторую образовательную составляющую. Все гости фестиваля могут увидеть на конкретных примерах, что в Перми можно жить интересно, можно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. И, ну, собственно, такая задача у нас и стоит. Действительно, это очень интересно, очень масштабно, очень громкое заявление о том, чтобы объединить все направления. Я бы тоже хотела в этом поучаствовать. Скажите, как я могу это сделать? Да, для этого мы специально сделали аккаунты в соцсетях. Вы можете туда зайти, получить подробную информацию. Ну и самое главное, что есть заявочная форма, и любой желающий участник может ее заполнить, с ним свяжутся, и он станет причастным к созданию места силы в Перми. Я бы еще хотела добавить, что место силы Перми организуется при поддержке Департамента по культуре и молодежной политике, администрации города Перми и Дворцом молодежи и активной группой молодых людей-организаторов. Ребята, что же замечательно. Поэтому добро пожаловать, мы открыты. Спасибо большое. Я надеюсь, что это событие станет началом новой молодежной политики в Пермском крае, в городе Перми и громким именем нашего города. Именно так. Спасибо. Ну что же, мы видим, что события нашего города выходят на новый уровень, создаются новые форматы, и я думаю, каждому из нас будет интересно в этом поучаствовать. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова